Привет! Впереди нас ждет тренировка на ягодицах, а в конце у нас будет приятная растяжка. Можем начинать. Для начала мы хорошо разогреем кисти рук. Так как основные упражнения будем выполнять на 4 точках опоры, нагрузка на запястье будет идти достаточно большая. Не пропускаем этот шаг, это очень важно. Руки вытягиваем перед собой, отпускаем плечи вниз от ушей, собираем кулачки и начинаем вращающие движения кистями в разные стороны. Затем резко выпрямляем пальцы рук и сжимаем кулаки, резко выпрямляем и сжимаем. Затем, вытягивая руки, выпрямляем пальцы и сгибаем их как когти и начинаем также делать вращающие движения. Чем медленнее, тем лучше. Стараемся прочувствовать эти вращающие движения в запястье. Выполняем медленно и осознанно. Затем, мы переходим на 4 точки опоры, ладони кладем на пол, затем переносим вес тела на свои ладони. Ягодицы стремятся к пяткам. Теперь нам нужно хорошо разогреть плечевой сустав. Ставим ладони перед коленями и начинаем вращающие движения. Левой ладони, правая ладонь остается перед правым коленом. Вдох ладонь вверху, на выдохе внизу. И меняем. Опять же, здесь стараемся делать как можно медленней и осознанней. Следим за нашей спиной. Макушка вытягивается вперед, а спина держит прямую линию. Мы включаем в работу только плечевой сустав. Поочередно меняем руки. Три раза на одну руку, три раза на другую. Затем, мы переходим на 4 точки опоры, запястье под плечевым суставом. Переносим вес тела немножко вперед, а затем уходим ягодицами на пятки. Теперь здесь стараемся давить подушечками пальцев на коврик, распределяя вес на всю ладонь. Попробуйте это почувствовать. Остаемся на 4 точках опоры, следим за тем, чтобы колени были под тазобедренным суставом. На выдохе выталкиваем левую пятку вверх в потолок. Подкручиваем копчик, немножко округляем поясницу. Вдох колено к себе, на выдохе пятка стремится к потолку. Важная деталь. Носочки натягиваем на себя, а пяткой представляем, что что-нибудь выталкиваем вверх. Давим изо всех сил. Прекрасно. Затем мы фиксируем ногу в верхней точке колена согнута. Вдох. На выдохе выпрямляем ногу. Вдох к себе. Выдох выпрямляем. А затем отпускаем колено на коврик. На выдохе мы выпрямляем левую ногу. Уводим ее через согнутую правую ногу, затем обратно. Через согнутую правую, затем обратно вбок. Активно дышим. Помним, мы выталкиваем пятку вверх в потолок, ярче чувствуя ягодичную мышцу. Не забываем дышать, напрягаем мышцы кора, давим подушками пальцев в коврик. А теперь мы согнули левое колено и задерживаемся. Выталкиваем пятку вверх в глубокий вдох, а на выдохе начинаем пружинить. Толкаем пятку, немножко приотпускаем, толкаем, приотпускаем. Уже горит ягодица, но нам осталось совсем еще чуть-чуть. Отпустили. Теперь нам нужно отдохнуть ягодицы на пятки, вытягиваем руки, восстанавливаем дыхание. Прекрасно. Мы расставим на 4 точки опоры, уложили запястье под плечевой сустав, колени под тазобедренный сустав. И вытягиваем правую ногу вверх. Натягиваем носочек на себя, пятку выталкиваем вверх, прилагая немного усилий. Напрягаем мышцы кора. Стараемся перенести весь тело равномерно, как на правую ладонь, так и на левую. Теперь на выдохе приготовили, зафиксировали ногу вверху и задерживаем. На выдохе выпрямляем ногу, вдох к себе, выдох выпрямляем. Выпрямляя правое колено, уводим ногу через левую согнутую ногу и в правый бок. Левая согнутая нога, правый бок. Спокойно дышим, немножко подкручиваем копчик. Напрягаем мышцы кора. Нам осталось совсем еще немного. А теперь согнув левое колено, мы выталкиваем пятку вверх и пружиним. Стараемся выталкивать пятку как можно выше. Отпустили, ягодицы уходят на пятки. Отдыхаем. Встаем на 4 точки опоры, теперь включаем в работу среднюю ягодичную мышцу. Согнув колено, мы начинаем вращающие движения. Все так же, натягивая носочек на себя, пятку от себя. А теперь согнутое колено, уводим вбок. Вдох подтягиваем к себе, на выдохе уводим вбок. Здесь очень важно сохранить сильные мышцы кора и не переносить нагрузку слишком сильно на правую ладонь. Если у нас есть силы, поднимаем колено и задерживаем его пару секунд наверху. Отпускаем, прекрасно. Теперь можем позволить себе немного отдохнуть. Снова вырастаем на 4 точки опоры. Затем согнув правое колено, делаем все те же вращающие движения в таком направлении, в котором нам удобно. Главное выталкивать пятку как можно больше с усилием. Назочки на себя. Глубокий вдох, а теперь уводим колено вбок. Вдох к себе, выдох вбок. По возможности, если у нас не болят запястья или руки, затерживаем колено на весу. Отпустив колено, если нам нужен отдых, немного отдыхаем, если нет, продолжаем. Согнутое левое колено подтягиваем к себе, выталкивая, выпрямляем ногу. Левое колено к себе, выталкиваем колено и выпрямляем ногу. Здесь важно выталкивать пяткой, делать резкий толчок. Вдох к себе колено, выдох от себя. Прекрасно. Теперь меняем ногу. Выталкиваем левую ногу как можно больше с усилием. Колено подтягиваем к себе, затем с усилием выпрямляем стопу. Подушки пальцев ладони давят в коврик. Нам осталось совсем немного. Прекрасно. Теперь можем отдыхать. Можно отдыхать в позе младенца или в любой удобной для вас позе. Теперь мы становимся на ягодицы, колени, подтягиваем груди и мягко перекатываемся на спину. Теперь отпуская правую стопу, затем левую. Мы подтягиваем вверх правую стопу, а левую поднимаем на носочки, на выдохе выталкиваем таз вверх. Вдох, выдох, таз вверх. Также, если вам будет удобнее, можно уложить правую стопу на левое бедро. Ладони давят в коврик, на выдохе выталкиваем таз вверх. Вдох, внизу, выдох, вверх. Отпускаем ягодицы, затем стопы меняем. Левая стопа уходит на правое бедро, правая стопа поднята на носочек. Вдох, таз внизу, выдох, выталкиваем таз вверх. Достаточно. Отпускаем стопу, немного отдыхаем. Теперь подтягиваем колени к груди, поднимаем грудной отдел, перекатываемся на ягодицы, затем уходим на 4 точки опоры. И взмахнули вверх левой ногой, колено согнуто, носки на себя, пятка в потолок. Наше запястье под плечевым суставом, мы пружиним. Отлично в работу, включается ягодица, держимся еще немного, напрягаем пятку. Прекрасно, ягодица хорошо включилась в работу, очень приятные ощущения. Теперь отпускаем колено вниз и переходим к растяжке. Левое колено подтягиваем к себе как можно ближе к груди, уводим через правую ногу. Затем мы уводим стопы подальше друг от друга и бережно перекатываемся ягодицами между наших стоп. Макушка вытягивается вверх, чувствуем как приятно тянет левую ягодицу. Если вдруг вам недоступен этот вариант, через 30 секунд я покажу другой вариант выполнения. А теперь меняем ноги. Теперь мы подтягиваем правое колено груди, уводим через левую ногу, стопы в сторону, ягодицы перекатываются между наших стоп. Макушка вверх, спина прямая. Затем мягко выходим, перекатываемся на ладони и уводим ногу назад. Второй вариант упреждения. Мы садимся на ягодицы, подтягиваем правую пятку к левой ягодице, а левую пятку к правой ягодице. Следим, чтобы верхнее колено было под нижним. Мы должны чувствовать тянущие и приятные ощущения в ягодице. Теперь мы разминаем кисти рук, становимся на колени, переносим ладони на тыльную сторону и совсем немножко надавливаем. Встряхиваем наши кисти, а после восстанавливаемся и отдыхаем. Наша тренировка подошла к концу. Я надеюсь, вы хорошо прочувствовали ягодицы и теперь наслаждаетесь приятной усталостью. До новых тренировок!